Больше 140 социальных проектов реализуют в этом году с участием неправительственных организаций в Жамбылской области. Они охватывают различные направления. Роль НПО обсудили на 11-м гражданском форуме. В Жамбылской области насчитывается свыше 800 неправительных организаций. Из них работают порядка 500. Одна из проблем, с которой сталкиваются специалисты – это отсутствие коммуникативной функции в семье. На гражданском форуме обсудили роль НПО в обществе, бизнесе и их взаимосвязь с государством. Обсуждения прошли по полинарным секциям. В прошлом году с участием неправительственных организаций в регионе реализовали чуть больше 140 проектов. Аналогичное количество реализуют в этом. На форуме местной власти подписали меморандум с крупными компаниями по реализации совместных проектов с неправительственным сектором. А также представители некоторых НПО наградили нагрудными знаками за вклад в развитие области, почетными грамотами и благодарственными письмами главы региона. Очень мало родителей посвящают времени детям, не занятые на работе, что многие озадачены тем, как бы обеспечить этих детей. Много родителей перевешивают эту ответственность на школу, на какие-то кружки и так далее. Третий сектор в рамках государственной политики вносит большой вклад в решение общественно важных вопросов. На гражданском форуме у нас появляется возможность объединить усилия, обменяться опытом, выработать, определить конструктивные пути решения актуальных проблем. Продолжение следует... Мастер-план разработали для 25 из 66 городов Дальневосточно-федерального округа. Ранее на совещании Владимир Путин заявил, что транспортно-логистическая инфраструктура на Дальнем Востоке должна отвечать возрастающему спросу на грузоперевозки на фоне активации роста торговли с Китаем и другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Владивосток, Благовещенск, Хабаровск являются ведущими образовательными центрами на Дальнем Востоке. Нужно, безусловно, сделать так, чтобы молодые люди после окончания вузов оставались жить и трудиться в своих родных городах. Видели бы в них карьерные перспективы. Много молодых людей приезжает уже из других регионов Российской Федерации, чтобы здесь учиться. Но надо создавать условия для того, чтобы они здесь, конечно, и оставались. Три новые школы построили в Джалалабадской области Кыргызстана. В церемонии открытия соцобъектов принял участие председатель Кабинета министров республики Акалбек Жапаров. Учебные заведения строили около двух лет. Из бюджета для этих целей выделили больше 100 миллионов суммов. Планируется, что школы будут посещать порядка 400 детей. По словам Жапарова, строительство социальных объектов в регионах – одна из приоритетных задач государства. Мы взяли курс на развитие. В стране 2365 школ. В этом году в первый класс пошли более 189 тысяч детей, и этот темп будет только расти. Нам нужно много работать, строить школы и садики, создавать для подрастающего поколения комфортные условия для получения качественного образования. Наши дети должны знать несколько иностранных языков и по окончании школы владеть определенными навыками. Полиция задержала свыше 2000 климатических активистов в Нидерландах. Митингующие выступают против субсидий на ископаемое топливо. В ходе демонстрации тысячи людей прошли маршем по шоссе в центре Гааги, тем самым заблокировав движение. Полиция применила водометы для разгона толпы. Несмотря на это, многие продолжали блокировать автомагистраль. В итоге полиция задержала оставшихся демонстрантов, среди которых было много несовершеннолетних, сообщили в полиции. Это уже восьмая по счету подобная акция в защиту климата в Гааге. Глава МИД ФРГ посетила Киев и встретила с семьями незаконно вывезенных детей. Она также сообщила, что Берлин выделит 20 миллионов евро на экстренную помощь Украине в подготовке энергосистемы к возможным атакам РФ предстоящей зимой. Глава МИД ФРГ рассказала также о планах по созданию ветряной электростанции в Чернобыльской зоне отчуждения. Расширение ЕС является необходимым геополитическим следствием войны России. Она пообещала поддержку Украине и призвала украинское правительство к проведению реформ в рамках процесса вступления в Евросоюз. Глава МИД ФРГ